Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Субтитры создавал DimaTorzok Заслуживает общего внимания. Так как текст, напечатанный, не всегда бывает удобен для чтения и не всегда понятен и ясен на слух, пришлось его немного отредактировать. Но содержание этой публикации, главная суть ее, в нашем изложении осталась неизмененной. Итак, обратимся к рассказу некой Валентины Д. об удивительном сне, который приснился ей в святые дни после Рождества Христова 2002 года. Я только что вышла из больницы. В этот день мне не здоровилось и почти всю ночь не спала. Под утро, когда заснула, мне приснился сон. События, происходившие в нем, настолько были незаурядны, что я долго находилась под впечатлением. Действие происходило в современном городе, похожем на Москву. Я вижу обезображенные, неузнаваемо чужие улицы, беспорядочно, словно налезающие друг на друга уродливые небоскребы, кругом снеговая каша и грязь. И в этом античеловеческом хаосе мельтешит одурманенный народ. Куда-то он бессмысленно бежит и торопится. Толпа безликая, однообразная. Люди все смотрят себе под ноги. И сами тоже, как масса нерасчлененная, не отделяются друг от друга. Ощущение такое, будто они вовсе без лиц, как какие-то одинаковые тряпичные чучела. Все это оставляет впечатление серо-черной кишащей массы. А в центре происходящего, отдельно от городских построек, стоит высокий сруб из цельных, потемневших от времени толстых бревен. Я знаю, что это царский дворец. Но он более похож на древнерусский терем, только совсем-совсем незатейливый, без резных узоров. И вблизи него тоже мельтешит спешащий куда-то народ, не обращая на это строение никакого внимания. Окна царского дворца почти под самой крышей. Они высоко. И мне видно высокое крыльцо. Над ним сей. Двери дворца крепко заперты. Вдруг дверь неслышно распахнулась. И на высокое крыльцо вышел царь Николай Александрович. Он возвышался над толпой. Мне он был хорошо виден, как вблизи. На нем была полинялая солдатская гимнастерка и сапоги. Также он был одет в Ипатийском заключении. Государь очень исхудал и выглядел так, будто сильно замерз. Но спина его была прямая, поступь легкая, уверенная и твердая. При этом он, едва прикасаясь к полу, был как бы невесомый. Никто, кроме меня, не увидел и не услышал, что вышел государь. Толпа продолжала свое суетливое движение. Государь неторопливо, сосредоточенным, оценивающим взглядом окинул все пространство вокруг себя. Город, бегущих мимо него людей. Потом взял кадила, который справа подал ему кто-то невидимый. И стал размеренно кадить в разные стороны. Бросилось в глаза, что у него был печальный, даже страдальческий взор. И мне подумалось, как долго его не было. Как давно он к нам не приходил. Царевны до сих пор не приходили. И царевич не выходил. И царица тоже. Кроме государя, никто еще к нам не пришел. Государь медленно стал спускаться со ступенек, продолжая кадить в разные стороны. Цепь от этого кадила была длинная. И кадила раскачивалась далеко-далеко. Толпы уже не было видно. Она скрылась в облаках кадильного дыма. И постепенно серый, мрачный, захламленный город вовсе исчезал из виду. А я, видя, что государь приближается ко мне, и зная, что я в одной ночной рубашке и босиком побежала прятаться. Я спряталась за кровать. Встала на колени, опираясь руками о пол, и пригнула голову так, чтобы государь меня не заметил. Но государь нашел меня и стал тоже кодить в мою сторону. Я сжалась. Мне было стыдно перед ним, что я не прибрана, не готова к встрече. И не подобающе одета. Но он, продолжая кодить, спокойно и доброжелательно ободрил меня. Не стесняйся. Я же знаю, что ты болеешь. Потом все изменится, и все будет хорошо. Я по-прежнему стоя перед ним на коленях, выпрямилась, подняла голову и близко-близко видела его лицо. Синими-синими, очень печальными, подернутыми слезой глазами. На лице у него была такая великая скорбь, что сердце переворачивалось. Государь, почему вы такой грустный? Спросила я. После небольшой паузы он ответил. Я не вижу здесь ничего русского. Потом посмотрел на меня и сказал, приходи ко мне, почитай свои сказки. Зная, что у меня нет соответствующей одежды, чтобы идти во дворец, ответила. Государь, возьмите мои сказки. Вы их сами почитаете. Нет, возразил он. Ты почитаешь их сама. Приходи к нам. Я хочу во дворце слышать русскую речь. И еще прошу тебя. Найди лес, где растут березки, ели, где зеленая трава и бегут ручейки. Чтобы это был русский лес. Или хотя бы какой-нибудь парк, похожий на русский лес. Но чтобы там ничего не было построено современного. Мы тогда выйдем и пойдем туда погулять. Сможешь? Хорошо, сказала я со счастливой готовностью, что могу хоть чем-то ему угодить. Доставить хоть какую-то радость. Я поклонилась, а когда подняла голову, государя уже не было. Я встала с колен, полная сил и решимости. Совершенно бодрая. Душа моя пела от счастья, что скоро они к нам придут. Просьба государя мне показалась совсем простой. И выполнить ее будет легко. Ведь лесов-то у нас много. Я была уверена, что сделаю это быстро. И тогда у нас будет царь. И я, горя желанием, отправилась искать русский лес. Ходила я по подмосковным порубленным лесам, отгороженным высокими заборами и колючей проволокой. Попадала в какие-то парки, скверы. И все они были наполнены современными уродливыми постройками. Наконец, нашла парк с зеленой поляной и березовой рощей. Такой, который мог бы понравиться государю. Погода была солнечная, жаркая. И потому парк до предела был заполнен веселящимся, шумным народом. Как это бывает в летние выходные дни. Там было много аттракционов. Комнаты смеха, карусели. К ним тянулись длинные, извивающиеся очереди. У входа в парк, который огораживали густые и постриженные кусты, на высоком табурете сидела вахтерша. У нее были толстые и короткие руки с широкой рабочей кистью и короткими пальцами, которыми она постоянно считала билеты и деньги. Спросила у нее, где могу найти директора, чтобы очистить парк от этих сооружений и оставить только лес, чтобы это была девственная, нетронутая природа. И тогда сюда придет государь со своей семьей. Я нисколько не сомневалась, что скажу сейчас, что это просьба государя, и все сразу обрадуются, забегают, охотно все сделают, без труда уберут эти дурацкие сооружения и хохочущую шумную толпу. Мне казалось, что это можно сделать легко и быстро, и все моментально образуется. Но директор был в отъезде, искать его не стали. Словно зная, что просьбу мою он не одобрит. Народ был доволен гуляниями, да и выручка от аттракционов была приличной. Вахтерша продолжала считать деньги и осталась совершенно равнодушной к моей просьбе. И тут я проснулась. Я долго находилась под впечатлением сна. Мне показалось, что сон не случайный. Я бы сказала, знаковый. И что все происходящее в нем глубоко символично. И я попыталась понять его смысл. Сначала передо мной открылась картина сегодняшней России. Было показано, во что превратилась страна. Во что превратились города и живущие в них люди. Я вижу толпу людей в начале сна. И ту же толпу в конце. В начале эта толпа почти роботов. И она спешит по своим серым бодничным делам. В конце она отдыхает на лоне природы. Но хотя я видела много людей, то озабоченных повседневными нуждами, то гогочущих развлекательных удовольствий, я не увидела ни одного лица, а только сплошную безликую массу. В конце появляется жутковатый образ вахтерши. И вся ее фигура, крупные руки говорят о ее происхождении, что она-то из народа, из крестьян. Но в этом уродливом государстве, где все сведено к добыванию денег и удовольствия, она тоже превратилась почти в монстра. Вахтерша, услышав от меня о просьбе государя, осталась полностью безразличной и равнодушной. Она не может услышать призыв государя, потому что живет в совершенно другом мире. Эти люди из толпы приспособились к сегодняшней действительности и ничего не хотят менять. Даже задумалась, да живы ли эти люди. У них нет лиц. Они будто умерли. Единственное лицо, которое я увидела во сне, это страдающее лицо государя. Глаза его печальные, наполнены слезами. Государь вышел не в царской порфире, а в солдатской полинялой гимнастерке. То есть он не царствует, не управляет, не владеет этой современной Россией как царственный хозяин. При виде его возникает мысль о его одиночестве. Дворец на улице приснившегося мне города – это место заточения, в котором царственные мученики, как узники, до сих пор находятся по нашей вине. И приходит мысль, что заточение – это символ беспамятства неблагодарного народа. Государю от того и холодно, потому что он не чувствует любви своего народа, не чувствует, что его ждут, что в нем нуждаются, что ему рады. Он страдает при виде того, во что превратилась любимая им Россия и видя, каким стал его народ. Но при этом сам он спокоен, собран, что говорит о его духовной крепости. И он невесомый, то есть неземной, духовный, святой. И ясно, что слезы его вовсе не о себе, а о своем народе, забывшем его. Вспоминаются слова Государя. Здесь я не вижу ничего русского. И еще эта фраза. Не слышно русской речи. Он плачет, молит Бога о нас, о погибающем народе. Ему кто-то подает кадила, и он начинает кадить. И кадила его летит далеко-далеко, как высший архиерей, как глава церкви. Он своей молитвой очищает Россию от бесов. Интересно отметить, что вся толпа – это здоровые, занятые делами или развлечениями люди. Они здоровые, не видят Государя. Он им не нужен. А я болею, и Государь идет ко мне. То есть Государь вышел к тем, кто нуждается в его заступничестве. Он пришел к тем, кто сегодня болен, и кто в этой, сегодняшней России, не может полноценно жить, хотя и проживает в своей стране, на родине своих предков. Болезнь наша не случайна, потому что своим охлаждением, духовной расслабленностью мы поместили Государя в крепость Острог. Как сказал один батюшка, мало царя канонизировать. Канонизировали и забыли. Надо молитвой раскрыть ему свои сердца. Он должен жить в наших сердцах, а этого пока нет. Да, удивительный сон. И действительно знаковый и символичный. Наше бесчувствие поразительно. Наша неблагодарность святому царю-мученику вопиюща. Мы, которые должны были бы каждый день обращаться к нему и ко всей царской семье с мольбами о помощи, предпочитаем или молчать, или время от времени вспомнить и с холодным сердцем прочитать святым царственным мучеником Акафис. И все. Словно выполнен некий долг. Словно мы говорим свое оправдание святому царю. Видишь, я помню о тебе и молюсь тебе. Помилуй нас, Господи. Помоги измениться нашему народу. Вразуми наших священнослужителей, чтобы, как было в этом удивительном сне, облака кодильного дыма очистили и нашу совесть, и нашу жизнь от бесовского навождения и беспамятства. Чтобы не с холодным, а с горячим и любящим сердцем народ наш каждый день пел Государю дивные слова Акафиста. Радуйся, царю Николая, Христово милосердие. Радуйся за люди твоя, жертва усердная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова